В Твери состоялось вручение премии одаренным детям и их педагогам. Ежегодно в рамках муниципальной программы областного центра «Социальная поддержка населения города Твери» премия присуждается детям и наставникам, достигшим высоких результатов на различных конкурсах. Подробности далее. Здесь, как обычно, полный зал. В списке награжденных более 100 талантливых школьников и педагогов. Торжественная церемония награждения по традиции проходит в детской школе номер один имени Мусоргского. В зале присутствуют одаренные дети. Ребята, честное слово, смотрю на вас, смотрю на ваши лица, на ваши глаза. Меня просто гордость распирает, что в нашем красивом старинном городе столько много достойных, талантливых ребят. Больше люблю играть быстрые, веселые, что-нибудь такое интересное. Выучить произведение где-то две недели. Потом работаешь над звуком. А потом где-то через месяц уже, если произведение сложное, через месяц оно будет готово. Любовь к народному струнному инструменту Домри у одной из победительниц Даши Кузнецовой случилась сразу. Как только она взяла ее в руки, педагог Ирина Стручкова сразу заметила, что у девочки есть способности. Когда-то совсем маленькой мне ее порекомендовали. Я ее взяла за ручку, привела и показала инструмент. Вот и так вот семь лет мы с ней уже занимаемся. Прошли очень много интересных конкурсов, концертов. То есть она является стипендиатом губернатора Тверской области, стипендиатом имени Андреева. Она играла с оркестром имени Осипова. Когда выходит она на сцену, она вообще всех завораживает, своей музыкой вовлекает в процесс. Среди кумиров Даши Домбрист, композитор, народный артист России, профессор Академии имени Гнесиных Александр Цыганков. После школы одна цель – Гнесинка. Педагог поддерживает во всем. Она и сама в числе награжденных за подготовку одаренных детей. Для нее домра – инструмент волшебный и, вопреки расхожему мнению, очень современный. Само собой, это русские народные произведения. Эстрада сейчас появилась, электродомры. Так что сейчас домра, она как раз на высоте, очень известный инструмент, очень много молодежи играет. Боксер Александр Тишин четыре года занимается боксом. В этом году первый раз принял участие в всероссийских соревнованиях и сразу оказался в числе призеров. К пропущенным ударам относится философски. Неприятно, но без них не бывает и побед. А еще его почему-то сразу спрашивают, почему он предпочел бокс футболу. Я понял, что бокс много, он своеобразнее, чем футбол. Футбол он как-то только на одном темпе, а бокс тут несколько темпов. Хотелось бы стать тренером. И сейчас стремление только, чтобы получить звание мастера спорта. Лиза Алексеева и Эмилия Каландарова – победители всероссийских и региональных соревнований по художественной гимнастике. Девочки девять лет занимаются спортом. Обе сейчас кандидаты в мастера спорта. Ну, на самом деле, не очень люблю делать булаву. Там очень много прыжков, всегда очень сильно устаешь. Но я всегда их часто беру, потому что они у меня как раз-таки больше всего не получаются. Надо ограничить себя. Не то, что прям нельзя, но не есть очень много этого. Ограничивать себя и все есть по чуть-чуть. Всего в этом году к награждению в Твери представлены 106 детей, показавших высокие результаты на конкурсах, в выставках и в спортивных соревнованиях. За подготовку одаренных детей благодарностями отмечены 35 педагогов дополнительного образования. Продолжение следует... Спасибо за внимание! Продолжение следует...